Горбачев подарил Украине. Что он подарил? Не Украине. А кому? Украины до этого не было. А кому он подарил? Он подарил Украину. Кому? Кому подарил Украину? Украинцам. И вы читаете... Как понять, он Украину подарил Украинцам? А до этого где украинцы были? ТВ представляет Здорово! Здорово! Как там? Все хорошо? Смотрят, что ты имеешь в виду конкретно. Ты косячок куришь, что ли? Мархуан. У вас это запрещено. Я из Марокко. Сейчас ты находишься в России. Кайра из Марокко ты или нет? Учишься в России. В России запрещено курить мой хран. Тебя посадят в тюрьму по российским законам. Нет, ты не понимаешь. Знаешь, я очагал рекорд-косы. И последний год в России. А потом ты можешь нарушать российский закон? Потому что я хочу вернуться в Марокко. Потому что я хочу работать там в Марокко. Слушай, а почему ты не можешь в России остаться? Ну, ты знаешь, у меня есть посредка в Украине. Я был в Днепропетровске. Я учил один год. И потом я вернусь в России. Я был в Украине, Днепропетровске, Запорожье, Харковь, Льву, Одесса, Полтава. И в какой городе я люблю, Бельбанк, Полтава, Харковь, Киевь, Днепропетровске, Запорожье, Днепропетровске, Днепропетровске. Где тебе больше понравилось? Я люблю город Одесса. Нет, где тебе больше понравилось? В Украине или в России? В Украине. Как люди украинские, как люди русские. Понимаешь? Я не очень понимаю, потому что русские люди поддерживают свою страну, которая сейчас делает. Мы не говорим о войне. Нет, я говорю о войне. Нет, нет, война. Война это политика. Это политика, я не говорю о политике, это правда. Это политика. Украинские люди, русские люди, они друзья. Ты знаешь. Какие они дружные, если русские люди сейчас убивают украинских людей? Потому что ты русский, они украинские, они русские. Ты знаешь. Кто тебе сказал такую ерунду? Ну, потому что я был в Украине, я был в Днепропетровске, почему все люди в Днепропетровске говорят на русском? Почему они не говорят на украинском? Если люди говорят на русском языке, точнее, говорили раньше, сейчас все поголовно переходят на украинский. Это совсем не значит, что они по духу русские. Русские на сегодняшний день это синоним фашизма, понимаешь? Да, да. Я иностранец, я был в Украине, я был в России. Когда ты был, в каком году ты был в Украине? В Украине, это пять лет назад. Вот. То есть это было еще до широкомасштабного нападения России. В Украине очень хорошо, страна очень хорошо, красивая страна. Есть город, ты знаешь, туристы. Как Аркадий, знаешь Аркадия? В Одессе. Знаю. Это пиздец, ты не больше смотри, это очень хорошо город. Очень хорошо. Так вот этот очень хорошо город, сейчас бомбят российские войска. Но не говорит, не говорит политика, ты знаешь. Я говорю, здесь все политика, о войне. Не знаю. Не говори политика, не говори. Мараканец. Добрый рану. Привет. А как вам? Как вы? Как вас звать? Владимир меня зовут. Очень приятно. Меня Евгений. Евгений из какого вы города? Я с города Астрахани, Волгоград. Но я уважаю всех людей, с кем я общаюсь. Всех уважаю. Не важно, украинец, это не украинец. Я люблю Украину, во-первых. Да, во-вторых, я... Почему люблю Украину? Потому что моя девушка, моя любимая девушка, живет в городе Сому. Ну, слушайте, то есть вы осуждаете свою страну за нападение на Украину? Я никого не осуждаю, но я против войны. Против. Вы никого не осуждаете, но вы против войны. Классная позиция. Как это может быть? Нет. Ну, обыкновенно. Ну, если человек против чего-то, и тот против чего кто-то делает то, против чего он, он осуждает эти действия. Отец, ты мне... Не ругайтесь матом, не ругайтесь матом. Вы так говорите, как будто я боюсь за эту матчу. Я ее начинал? Да. Я ее не начинал. Ты ее начинал. Ты лично ее начинал. Потому что ты даже сейчас боишься осудить. Твою страну за то, что она начала эту войну. Значит, вот ты ее лично я начинал. Подожди, вот ты говоришь. Ты ее начал. Да. Я что, ее взял вчера и сказал, эй, российский народ, иди к вашему. Нет, нет, не ругайся матом. Нет, это было не вчера. Война началась в 2014 году с захвата Крыма. Когда вы все кричали, Крым наш и так далее. Вот с чего началась война. И ты тоже, наверное, прыгал и кричал. А Крым, Крым это Россия. Ну, вот видишь, а ты говоришь, что ты против войны. Как же ты против войны, если ты поддерживаешь захват Крыма Россией? Вообще-то Крым это Россия и есть. Кто тебе это сказал, такую чушь? Можно узнать? А вы почитайте историю. Я читал. Там написано, что Крым это Украина. А Чернигов это что? Чернигов тоже Украина. Тоже Украина. А ты думал, что... Не ругайся матом, слушай. Будешь ругаться, я переключусь. Нет, я не ругаюсь матом. Ну, я просто понимаю то, что вы историю не читали вообще. Да, ну расскажи мне, на каком основании ты считаешь, что Крым это Россия? Крым это Россия. На каком основании ты так считаешь? А на каком основании считаете вы то, что вообще вот Донецк, Чернигов это Украина? Кто вам ее подарил? Я же готов ответить. На кто вам подарил ответить? Я же готов ответить. Я же готов ответить. Вы готовы выслушать ответ? Или будете одно и то же повторять 10 раз? Конечно. Вот рассказываю вам. На каком основании Крым это Украина? На том основании. И Чернигов тоже. На том основании, что в 91 году, когда разводился Советский Союз, и Чернигов, и Крым были в составе Украины. Были в составе Украины. И эти все границы, эти все границы, и что Крым, Украина была признана неоднократно и международным сообществом, и Российской Федерацией в частности. Я ответил на ваш вопрос. Ну вот вы говорите, смотрите, вот вы говорите, да, в 91 году при Горбачеве, при Горбачеве, раньше это было все СССР. Вам же подарили эти земли. Кто подарил, и кому, кому вам, и когда? Вот что, это вот русский президент. Тихо, не ругайся матом, не ругайся матом. Горбачев вам подарил эти земли. Горбачев подарил Украине, что он подарил? Не Украине. А кому? Украины до этого не было. А кому он подарил? Он подарил Украину. Кому? Кому, кому подарил Украину? Украинцам. И вы читаете... Как понять, он Украину подарил Украинцам? А до этого где украинцы были? В СССР были. А, Горбачев. Горбачев подарил Украину украинцам? Не, не Украину украинцам. А что, а как? Раньше было СССР. А вам подарили эти земли? Вам эти земли подарили? Какие эти земли? Украина. Российские какие? Кто подарил землю Украине? Ну, почитайте историю. Вы сами все понимаете. Я читал. Никто ее не дарил. Мы, наверное, не читали. Так кто? Ответь на вопрос. Кто подарил землю Украине? Почитайте. Я читал. Я читал. Никто не дарил. Ну, ты врешь. Ну, значит, вы знаете, что вам подарил. Так кто подарил? Не ругайся матом. Кто подарил землю Украины? Кто и кому ее подарил? Вам подарили. Кому вам? Украинцам. То есть, украинцам кто-то подарил Украину. А кто подарил Украину украинцам? И в каком году? Как вы вот считаете? В каком году кто-то подарил Украину украинцам? Расскажи, пожалуйста. При перестройке Горбачева. В каком году кто-то подарил Украину? В 91-м году развалился Советский Союз. Я говорю, когда Украину украинцам подарил Горбачева? Я говорю, почитай историю. Я читал, ты врешь. Там такого нет вообще даже близко. Там все есть. Там все есть, но ты, наверное, читать не умеешь. Раз ты сделал такие выводы. Если я читать не умею. Я, конечно, против Украины я не иду. Но это неправильно. Не ругайся матом. Понимаешь? Возьмите даже... Возьмите 1941 год. 42-й. Великая вторая мировая война. Причем вот это. Я спрашиваю, кто подарил Украину украинцам? Ты сказал, что Горбачев в 91-м году подарил Украину украинцам. Ты послушаешь меня. Что ты мелешь, блин? Я на этой полено. О чем тебя слушать? Ты еле язык. У тебя не то, что язык. У тебя мозги не ворочаются вообще. Пошел вон. Я не могу такие бредни слышать. Я не знаю, что ему сказать. Вы говорите, человек говорит, в 91-м году Горбачев подарил Украину украинцам. Вот что? А я говорю, на каком основании так думаешь? А ты почитай историю. А почитай историю, и там все написано. Я говорю, я читал, нету. Нет, почитай. Ну все. Какой-то аргумент такой, вы знаете, сомнительный очень. Как-то вот сомнительные доводы чувак приводит. Сомнительные доводы. Так и ролик можно назвать. Все. Так и ролик, друзья. Играет музыка.